Все, я готова. Вызывай машину в Дивз. Нет, Слав, здесь, как в финале четырех, нужны быстрые решения. Предлагаю пойти вот так. Может ты еще и взял короткий маршрут, знаешь. Мы говорим го, вы говорите баскет. Всем привет, друзья. С вами Саша и Слава. И мы в городе Екатеринбург, в дворце игровых видов спорта, где разминаются участники финала четырех фонбет Кубка России. Давайте дадим игрокам как следует подготовиться к предстоящим полуфинальным матчам и послушаем, что думают наставники УГМК Надежды, Курского, Динамо и Самары о предстоящих поединках. Давно не играл в финале четырех на Кубке России. Мы очень счастливы, что у нас получилось попасть в финал четырех. Для нашей команды, для баскетбольного клуба Самары, это впервые в новейшей истории. Для меня это первый финал как главного тренера. Здесь шансов у каждой команды много, но право на ошибку минимально. В плане подготовки к таким матчам кубковым самое главное настроить команду и в этот день просто нужно быть сильнее. Мы находимся в таком выголовом режиме. Мы провели три игры и без заезда домой. Насколько мы будем физически готовы, насколько будет мотивированы, это пока же первая игра. Хотелось бы в первую очередь пожелать всем клубам хороших игр, уверенных побед и показать для зрителей хорошую игру. Я думаю, всем интересен этот Кубок России, престижный турнир и самое главное зрелище будет для зрителей. Я думаю, что очень замечательно, главное, чтобы болельщики пришли на эти игры. Кубок России, престижный турнир, престижный турнир, престижный турнир. А как называется ваш костюм? Снежная королева. А почему вы так нарядились? Мы представляем начало открытия матча. А по какому случаю вы такая нарядная? По случаю чемпионата четырех? Турнир четырех, да? Нет. Так, турнир четырех. Финал четырех. А вы так нарядились. Саша, у тебя очень продуктивный январь, в основном в чемпионате ты в лидерах команды по очкам И сегодня игра началась с твоего бенефиса, с трешек Ты просто загадала такое желание на Новый год, и оно сбылось? Во всем видео, на этом ориентировке Саша, не встану, я хочу загадать желание, которое должно быть у Саши Мы тут как раз про желание рассуждали Да, 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 я подошел, я услышал это Нет, если серьезно рассуждать, какие корректировки ты внесла, что на порядок улучшила свою результативность? Я думаю, просто мне стал тренер больше доверять, ну и команда меня поддерживает Да, вот я хотела спросить, кажется, что у тебя появилось больше уверенности на площадке, кто или что тебя вдохновляет и воодушевляет? Опыт Это корректно, если И пару слов об игре с Самарой Да, вы выиграли с большой разницей, но они долго навязывали какую-то интригу, что можешь сказать, как о вашем соперничестве и об игре в целом? Я думаю, что мы вначале вышли, и после такого проигрыша, как у нас был в Оренбурге, мы готовы были сразу начать, чтобы не было провалов никаких и не тянуть в одну сторону в другую Понимая, что ротация у Самары достаточно маленькая, и она не будет так агрессивно защищаться, и старались использовать в этом моменте краску Мы заполнили краску, была сагрессия краски, у нас появились свободные дальние броски, которые мы неплохо реализовали Ну, я как игрок скажу, что мы максимально старались выполнить все, что нам сказали, потому что тренерский штаб проделал колоссальную работу, нам просто досконально все рассказали, кто как играет Нам важно показать, что мы готовы забрать кубок в Курск, и что мы этого хотим Мы очень ждали эту игру, прям очень, может для кого-то это не надо было столько морально готовиться к этой игре и более расслабленно подойти, что в начале четверти первого мы улетели и дали в начале тайма почувствовать большую уверенность Курску Это тяжелое поражение, обидное, досадное, но мы будем стараться выбраться из этого психологического состояния и будем настраиваться дальше, пытаться выиграть уже в следующем матче Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но я не ошибусь, если предположу, что вы выходили на матч против Надежды вдвойне за мотивированными, расскажи, как все прошло? Прошло все замечательно, мы выиграли, это самое главное, конечно, ошибки есть, еще поработаем, исправим какие-то недочеты, но все равно мы молодцы, выполнили хорошую работу сегодня, постарались У тебя был классный персональный отрезок из трех результативных атак подряд, расскажи, что это был за кураж и в чем ты разглядела уязвимость в защите Надежды? Я просто со второй четверти, точнее после большого перерыва вышла прям очень заряженная, поняла, что нужно поднажать, немножко разогнать быстрые прорывы Вот так и получилось, что вышли удачные атаки и девчонки мне помогли тоже организовать просто прорыв, поэтому все классно Я считаю, что игра в целом была очень хорошая, не суперская, но очень хорошая Вот мы старались после нашего проигрыша с Надеждой в Оренбурге, мы сделали работу над ошибками, вот сегодня, я думаю, мы с этим справились Поражение в Оренбурге, он, наверное, где-то, так можно выразить, немножко с небес на землю опустил у нас всех И более, так скажем, сконцентрированно подошли, и за это я благодарен игрокам к тем моментам, к тем ошибкам, которые были допущены в Оренбурге Динамо Курск укомплектованы прилично, есть два игрока, которые заиграны в женской NBA, плюс неплохая задняя линия Исполнители есть, у нас они тоже есть, самое главное, я уже говорил, кто вот послезавтра подойдет, так скажем, в оптимальной и физической, и самое главное, в ментальной форме, если так можно выразиться